Всем привет! Сегодня 5 апреля, было 4 дня выходных, была католическая Пасха с пятницы по понедельник, так что канадский народ отдыхал. Но у нас случились приключения на прошлой неделе. Дань, почему ты в школу не ходил последние денечки? Потому что я орал. А поточней? Потому что если у тебя голос пропал, то тогда это считается симптомом коронавируса и нужно сдать тест. Или сидеть 2 недели. Да, ну в общем была среда, Данилка ушел в школу, вдруг звонок нашему папе. Мама такая думает, неужто я там кому-нибудь жопу надрал. Даня, что за выражение? Да, значит звонят из школы, говорят забирайте своего ребенка. У меня уже страшные мысли, потому что утром он был жив-здоров, все с ним было в порядке, несопление температуры. Оказывается, что если потеря голоса, а Даня любит поорать, да, Даня? Это точно. Когда закончишь кричать? Нет! Не, никогда. Ну в общем, он много кричал, охрип и это является симптомом коронавируса и нас отправили домой. Выдали, значит, нашему папе документы, распечатку, там написаны адреса, где можно сдать анализ на коронавирус. Все, папочка наш сразу же записался и на следующий день утром мы вызвали такси и поехали. В общем, это прямо в школе организован медицинский центр, он открылся в том году, в марте месяце, когда коронавирусная инфекция началась, и там принимали больных, тяжело больных, то есть там прям была больница, а сейчас как бы лежачих мест я там не увидела, то есть мы зашли, при входе нам выдали чистую масочку, мы прошли регистрацию, где-то 15 минут стояли мы в очереди, чтобы пройти регистрацию, потом заходишь в такой огромный зал спортивный, и там уже непосредственно берут мазочек из носа. Данила, тебе понравилось, когда у тебя мазочек взяли? Было щекотно, но чуть не чихнули. В общем, взяли анализ у Данилки и выдали ему оскорбинку в виде чупа-чупса. В общем, всё прошло достаточно быстро, и самый, наверное, главный вопрос у вас, сколько же это стоит? Это стоит ничего, то есть мы потратились только на такси туда-обратно, в среднем у нас вышло где-то 50 канадских долларов, то есть у нас просто взяли паспорт. Через день мы получили по электронной почте результат, он, конечно же, был отрицательный, ну потому что мы ни с кем не контактировали, всё у нас в порядке. Поэтому Данила отдохнул, и пойдёт он, а завтра куда? На выходные! И пойдёт он у нас в школу. Короче. Ещё какие новости у нас? У нас усилили локдаун, закрыли парикмахерские, закрыли маникюрные салоны, ввели дополнительные ограничения на посещение магазинов. Но, кстати, вы такие скажете, а почему это стоит ничего? Друзья, это Канада, здесь ничего не платится. Нет, на самом деле Канада это очень дорогая страна, здесь всё очень дорого, но медицинское обслуживание здесь бесплатное. В общем, в связи с этой ситуацией мы пропустили в школе очень интересный праздник, он называется Heroes Day. В школе, кстати говоря, каждую неделю проходят какие-то праздники. Пижамная вечеринка была, а что ещё? Не помню. В общем, каждую неделю какие-то праздники, всё время в костюмах. Ну не каждую неделю, хватит. Ну почти каждую неделю. В общем, мы пропустили праздник Hero Day, когда нужно было одеть костюм своего любимого героя, и мы приготовили маску Майнкрафта, но вот не случилось у нас сходить, потому что сложилась вся эта ситуация с короной. В предыдущем видео я рассказывала и показывала очень много красивых птиц и животных, которые появились с приходом весны. Если вы это видео не смотрели, обязательно посмотрите, там очень много интересного. Но в том видео я забыла сказать, что ой, какие классные кролики, да, но их здесь едят. Вот, потому что я однажды видела ногу кролика, которая валялась на дороге, это значит, что его кто-то съел. А едят их койоты, которые приходят стаями, но койотов мы ещё пока что не видели. Тем временем весна всё жарче, мы видели бурундуков. По данным Википедии бурундуки живут в норах, но это совсем не так. Вот, и наши бурундуки обитают прямо под крышей. И у соседей под крышей живёт бурундук, а у этих соседей вот здесь под крышей живёт белка. Она сюда прямо в эту щель залезает и прячется. Как он на крышу, интересно, залез. Вот даёт. Вот это да. Я думала, что за звуки, думаю, птичка какая-то там сидит. Я ему насыпала орешков. Пришёл покушать. Да ты мой хороший. Давай-давай, набирай, набирай орешки, набирай. Так как нам всё-таки между двумя локдаунами удалось посетить один музей, это что-то среднее между музеем Дарвина и зоологическим музеем, который находится в Москве. Так что не забудьте ставить палец вверх, если понравилось, палец вниз, если не понравилось. Ну и, как всегда, жду вас на своём курсе для детей по сборке кубика Рубика. Присоединяйтесь. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Не на лайкишки на руку.